чем больше становится размер ваших программ тем чаще у вас будет возникать желание выделить какие-то фрагменты в отдельные функции и начиная с некоторого момента удобно оказывается выделить некоторые функции в отдельный файл для того чтобы это делать можно использовать модули фактически модуль просто содержит некоторые определенные функции и данные в отдельном файле и модуль объекты и функции из одного модуля можно подгружать то есть импортировать в другие модули имя модуля фактически определяется именем файла в котором он записан то есть имя файла это имя модуля плюс расширение пай как импортировать модуль в вашу программу пускай у нас есть некоторый модуль мой модуль который записан в файле myModule.py и давайте рассмотрим в нем некоторую функцию full для того чтобы вызывать эту функцию внутри нашей программы мы пишем импорт myModule и дальше внутри нашей программы мы вызываем функцию full указывая имя модуля . имя функции это один из самых стандартных способов вызова функции у модуля есть и другие способы во-первых мы можем явно импортировать одну функцию из модуля то есть у нас модуль может содержать много функций а мы импортируем только одну для этого мы указываем что из модуля from myModule мы импортируем импорт full и дальше просто вызываем эту функцию явно указывая только имя можно из модуля импортировать сразу же все функции и данные для этого можно указать from myModule импорт звездочка и дальше тоже вызывать функцию по имени можно также импортировать из некоторого модуля некоторую функцию и внутри той программы который мы пишем внутри того файла который мы пишем обращаться к этой функции неким по некоторому другому имени например как myFu то есть внутри программы когда мы будем писать myFu реально будет вызываться функция из модуля myModule.fu ну такое может быть удобно если у вас например имя foo уже в вашей программе имеет какой-то другой смысл как-то по-другому используется помимо написания своих модулей можно использовать огромную библиотеку стандартных модулей python python действительно имеет огромную библиотеку стандартную библиотеку и про этот язык говорят что он поставляется с батарейками в комплекте на стандартные модули можно посмотреть если открыть ссылку с документации и увидеть список стандартных модулей он действительно достаточно большой там есть модули для работы с математикой с операционной системой с с различными форматами файлов с интернетом html и так далее огромное количество модулей конечно же охватить даже малую часть из этих модулей мы не сможем рассмотрим только парочку примеров да это только отдельная функция для того чтобы воспользоваться каким-то конкретным модулем какой-то конкретной функции честно говоря самый простой способ это просто посмотреть по ключевым словам в стандартной библиотеке python поискать эти эти функции и уже конкретно читать про конкретные необходимые вам функции ну давайте посмотрим на некоторые во первых есть модуль сис который содержит некоторые функции системные и в этом модуле можно в частности используя этот модуль получать список аргументов командной строки что это такое когда вы запускаете программу вы можете при вызове программу указывать некие параметры дополнительные это можно делать при вызове практически любой программу например если мы запустим python мы можем python передать параметр defis h и тогда в этом случае интерпретатор не будет запущен вместо этого выйдется сообщение со справкой о команде python аналогично вы можете написать свою программу которая будет принимать какие-то параметры и обрабатывать значение этих параметров давайте например воспользуемся этим списком аргументов для того чтобы вывести число аргументов с которыми была запущена наша программа для этого мы подключим модуль sys возьмем список sys.argv и вызовем у этого списка функцию len тогда если мы запустили нашу программу пускай эта программа находится в файле прог.py если мы запускаем эту программу просто как python прог.py в таком случае программа выведет значение 1 почему? потому что первый аргумент это просто имя файла с которым мы запустили программу если же мы тут укажем через пробелки это еще параметры например число 5 или там минус 23 в таком случае у нас это наша программа выведет значение 3 это будет имя один параметр и другой параметр еще один достаточно полезный модуль стандартный это модуль subprocess который позволяет вызывать внешние процессы ну например какую-то совершенно другую вы можете вызывать другую программу внутри вашей программы функция которую для этого можно использовать это функция call которая может принимать достаточно большой список аргументов но в простейшем случае принимает имя программы и список аргументов для этой программы например для того чтобы вызвать программу python с параметром defis h мы можем вызвать указать у этой функции список из двух параметров собственно имя функции и параметры для этой функции если мы запустим такой файл то мы увидим что наша программа которую мы запустили выведет содержимое которое выводит это сообщение со справкой python h так происходит потому что при вызове функции python h ну и вообще при вызове через subprocess.call по умолчанию вывод всей информации вот этой внутренней программы которую мы запускаем внешней программы которую мы запускаем перенаправляется тоже на стандартный вывод то есть на консоль из которой вы запускаете внешнюю программу скажем вашу программу прок.py и таким образом у вас смешивается вывод вашей программы и внешней программы для того чтобы этого избежать можно например выводить перенаправить вывод вызываемой программы в какой-нибудь файл другой здесь вот указать некий внешний файл некую файловую переменную вместо параметра std out тогда весь вывод запускаемой программы стандартный вывод будет перенаправлен туда также есть вывод куда направляются сообщения об ошибках stdr этот вывод тоже можно перенаправить например в какой-нибудь отдельный файл не прием в